Тем временем, сегодня утром из Ногинска выехал очередной гуманитарный конвой МЧС. Пока в составе колонны 20 грузовиков, окончательно она будет сформирована в Донском спасательном центре, куда прибудет автомобиль из других регионов. На юго-восток Украины доставят муку, сахар, консервы, крупы. Часть груза – школьные учебники. По данным МЧС, в пятницу гуманитарный конвой будет готов к отправке в Донбасс. Через два дня Украина может оказаться без поставок российского газа. Предоплата не внесена, объяснения на автогазы невнятные, а риск для транзита газа в Европу, в свою очередь, весьма серьезный. И эксперты заговорили о хитроумных схемах, которые придумывают в нафтогазе, чтобы, например, не оплачивать газ для своей территории, для Донбасса. О коррупционных механизмах, которые создают в Раде, в репортаже Натальи Юрьевой. Система с начала деньги, потом газ, бесперебойно проработала почти всю зиму. Но сейчас, когда до начала весны остается всего несколько дней, тревожное сообщение пришло из Газпрома. Киев не внес своевременную предоплату за российский газ. На эту систему официальные Москва и Киев перешли после подписания в Брюсселе соглашения в конце октября прошлого года. И вот сегодня, по словам главы Газпрома Алексея Миллера, Киев не заплатил за планируемые поставки, но при этом заказал голубого топлива на максимальные по брюссельским соглашениям 114 миллионов кубометров в сутки. Украина не сделала своевременную новую предоплату за газ. На сегодня, на утро предоплаченного газа осталось только 219 миллионов кубометров. На зачисление средств от НАК «Нефтегаз Украины» на счет «Газпрома» уходит около двух дней. Поэтому поставка газа в объеме заявки 114 миллионов кубометров в сутки уже всего через два дня приведет к полному прекращению поставок российского газа на Украину, что создает серьезные транзитные риски для поставок газа в Европу. «Нефтегаз» резко увеличил заявки на голубое топливо аккурат после того, как без предупреждения отключил подачу потребителям в Донецкой и Луганской областях, якобы из-за поврежденных магистралей. В обоих регионах возникла реальная угроза аварийной остановки котельных. Более миллиона человек могли остаться без тепла. В связи с этим «Газпром» в рамках действующего российско-украинского контракта перенаправил часть поставляемого Киеву топлива в Донбасс через измерительные станции Прохоровка и Платова напрямую в Луганскую и Донецкую области. Техническое соглашение от 2009 года позволяет «Газпрому» указывать иные пункты сдачи газа при получении суточной заявки. Несмотря на это, накануне глава «Нафтогаза» Украины заявил, Киев не будет оплачивать газ для Донбасса. По мнению экспертов, внезапное желание украинских властей получить весь газ по предоплате за два дня связано со стремлением забрать это топливо под свой контроль. Украинцы попытались провернуть спецоперацию под названием «Заморозка Донбасса». Хотя это, в общем, противоречит и духу, и букве минских договоренностей. Соответственно, получалось, что поставки газа на Донбасс осуществляли счет контракта, и причем «Нафтогаз» ничего не мог поделать, он должен был оплачивать это. Если «Газпром» будет действовать четко в рамках контракта, он может остановить поставки газа Украине. В теории может, да. То есть при отсутствии поставок в Украину может случиться ситуация, когда Украина не сможет просто обеспечить транзит. Да, такое возможно. Урезать свои расходы официальный Киев сейчас пытается в первую очередь за счет социально незащищенных слоев населения. Кабинет министров Украины по согласованию с ключевым кредитором страны, Международным валютным фондом, предложил Верховной Раде поэтапно повысить пенсионный возраст на 5 лет для женщин, а также уменьшить пенсии работающим пенсионерам на 15%. А вот депутаты украинского парламента, похоже, сокращать свои аппетиты не собираются. На днях разразился скандал после того, как в сеть попала СМС-переписка народного избранника Виталия Хомутыника и губернатора Одесской области Игоря Палицы. Один из фотографов запечатлял, как прямо во время заседания Верховной Рады депутаты глава региона обговаривают коррупционные схемы на таможне. Стоит отметить, что Мухин, фигурирующий в сообщениях и который, судя по переписке, может делать все, что хочет, это директор департамента анализа рынков и противодействия таможенным правонарушениям. Он зарабатывает 300 долларов как экспедитор. 10 тысяч долларов раздача органам. Но он к ним даже не притрагивается. Мухин раздает всем правоохранителям. Тебя кто-то дезинформирует. Пусть делают, что хотят. После того, как переписка чиновников стала достоянием общественности, премьер Яценюк демонстративно объявил о начале служебного расследования и отстранил от должностей руководства Государственной фискальной службы Украины, в структуру которой входит и таможня, и которая, по словам Яценюка, только полгода после Майдана проработала так, как нужно. Чем сильнее разрухать, чем сильнее уничтожается структура государственности, тем в большей степени власть наполняется уже не политиками, а бандитами, а те политики, которые во власти остаются, они становятся бандитами. То есть условия, в которых ты работаешь, диктуют, собственно, твои взгляды и содержание твоей работы. Поэтому они по-другому уже не могут. Они именно так и будут действовать. Сегодня же стало известно. На главу Нацбанка Украины Гонтареву, одной из представительниц новой украинской власти, прокуратура завела уголовное дело по подозрению в злоупотреблении этой самой властью с целью получения неправомерной выгоды. За год после Евромайдана украинская национальная валюта подешевела в четыре раза. Сегодня на Межбанке она обновила исторический максимум 33 гривны за один доллар. Сотни недовольных экономической ситуации в стране принесли к стенам Национального банка Украины покрышки и железные бочки. Митингующие перекрыли все входы и выходы в ведомство. Люди требовали отставки Гонтаревой и немедленной стабилизации гривны. В противном случае они пообещали поставить палатки прямо у Нацбанка и начать новый Майдан. Наталья Юрия, Екатерина Белова и Юрий Шолмов, Первый канал. Новым руководителем Еврейской автономной области стал Александр Левенталь. Указ о его назначении исполняющим обязанности главы региона подписал Владимир Путин. Решение принято в связи со стечением срока полномочия губернатора Александра Винникова. Сегодня Владимир Путин и Александр Левенталь обсудили перспективы развития региона. Добавлю, ранее Левенталь работал в правительстве Хабаровского края, курировал вопросы экономики. Несколько лет был заместителем полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе. Налоговые поступления в бюджет страны выросли примерно на 11%. Итоги прошлого года подвели на расширенные коллегии федеральные налоговые службы. Сборы увеличились в том числе благодаря переходу на электронную систему. О том, как высокие технологии помогают россиянам спать спокойно, в репортаже Виталия Каченко. Здесь у нас парикмахерский зал, здесь работают мастера, стилисты. Красота требует жертв, но когда 8 лет назад Юлия открывала косметический салон в Рязани, даже не представляла каких. Все от стрижки и массажа до обязанностей директора и бухгалтера легло на ее плечи. Все отчетности на мне висят, а поскольку работы много и времени нет, чтобы стоять в налоговых инстанциях, и очень здорово, что сейчас есть личный кабинет налогоплательщику. Очень удобно войти в интернет и все оплатить. Вместо очередей всего несколько кликов мышкой. Можно оплатить все сборы и даже отправить отчетность. Для индивидуальных предпринимателей этот сервис будет доступен уже через месяц, а физические и юридические лица за год уже оценили преимущества личного кабинета. Все от постановки на учет до получения ИНН оформляется, не выходя из офиса. Сайт ФНС постоянно совершенствуется и предоставляет клиентам десятки важных опций. Для людей все равно поход в налоговую инспекцию или поход в любой контролирующий орган, это, ну скажем, не самая приятная процедура. Мы стараемся сделать ее удобной, понятной и комфортной для тех, кто просто хочет исполнить свои обязательства. И поэтому те 12 миллионов пользователей, которые на сегодня зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщиков, говорят об этом сами за себя. Посредством личного кабинета налогоплательщиков оплачено было, физических лиц в первую очередь, оплачено уже было более 3,5 миллиардов рублей. А это небольшие налоги, небольшие пении, штрафы, 100 рублей иногда бывает. На расширенном заседании коллегии ФНС подвели итоги прошлого года. Несмотря на спад, в некоторых отраслях экономики был обеспечен стабильный рост налоговых поступлений. В 2014 году в консолидированный бюджет перечислено 12,7 триллиона рублей, что на 11% больше, чем в предыдущем. Поступления в федеральный бюджет выросли почти на 15% и составили 6 триллионов 200 миллиардов рублей. По НДС и налогу на прибыль эксперты оценивают состояние экономики. И здесь и фиксирован рост почти 17% по сравнению с 2013. Также заметно снизилось количество проверок. В прошлом году в России зарегистрировалось 39 тысяч индивидуальных предпринимателей. Министр финансов призвал контролирующие органы оказывать поддержку малому бизнесу. А руководитель федеральной налоговой службы показал технологические новинки, которые помогут предпринимателям в скором будущем. Это и есть кассовый аппарат. Любой гаджет, телефон может служить кассовым аппаратом. В случае, если вы работаете, продаете цветы, малый бизнес делаете. То есть не обязательно вот эти большие, продающие аппараты. Но при покупке информация с данного гаджета сбрасывается на сайт налоговой службы. Новейшие компьютерные технологии позволяют контролировать работу налоговых инспекций на местах. На специальном мониторе мы можем видеть, где сейчас наблюдаются очереди. Красный мигающий кружок означает, что здесь время ожидания превышает 15 минут. В целом эта система охватывает трети с более чем тысячей отделений по всей России. Это трансляция из Москвы. А через секунду мы уже следим за тем, что происходит в Крыму. Это Симферополь. 1 января в Крыму и Севастополе завершился переходный период по российскому налоговому законодательству. В этих субъектах оформлены уже 30 тысяч юридических лиц. Причем почти половина из них начали свои дела с нуля и зарегистрировались впервые. Виталий Каченко, Дмитрий Попков, Анатолий Кюркин, Лилия Зорина и Нина Хорева. Первый канал. Субсидирование авиаперевозок в этом году будет продолжено. Общей сложностью бюджета этой программы составляет 9 миллиардов рублей. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на совещании в Самаре. Глава правительства ознакомился с работой госпетчерского центра, а также осмотрел новый терминал международного аэропорта, который в 2018 году примет гостей чемпионата мира по футболу. По словам премьер-министра, несмотря на экономические трудности, объем авиаперевозок гражданской авиации в прошлом году существенно вырос. Причем в значительной степени за счет внутренних маршрутов. Правительство принимает меры, чтобы цены на авиабилеты для российских граждан оставались доступными. Мы постоянно работаем над тем, чтобы цена билета на самолет была для человека доступной, для нашего гражданина, особенно когда речь идет о полетах внутри страны. Для этого у нас были запущены и работают федеральные программы субсидирования, которые направлены на развитие пассажирских авиаперевозок. С Дальнего Востока, из Калининграда, из Симферополя в европейскую часть страны. Отдельные программы субсидирования помогают удешевить региональные перелеты на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и здесь, в Приволжском федеральном округе. Депутатам предложили сократить свои зарплаты на 10%. В таком же объеме уменьшатся статьи бюджета, и его корректировку парламент отсудит в марте. Эта идея спикера Сергея Нарышкина вызвала в здании на охотном ряду живое обсуждение. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что можно заодно и сократить число самих депутатов примерно вдвое. А коммунисты напомнили, что они и так отдают часть зарплаты в качестве партийных взносов. В итоге инициативу поддержали во всех фракциях. Нам предстоит корректировка бюджета в том числе в Государственной Думе. Я попросил все четыре фракции Государственной Думы обсудить вопрос о возможности сокращения зарплаты депутатов. Это, конечно же, является компетенцией главы государства. Зарплата депутатов устанавливается указом президента. В случае, если во фракциях мое предложение получит правильный отклик, мы обратимся с таким предложением к президенту. Сенаторы в Совете Федерации тоже обсуждали вопрос об уменьшении своих зарплат. Называется та же самая цифра – минус 10%. Так что обе палаты парламента могут вместе обратиться с этой идеей к президенту. Продолжение следует...